ДНР Сам видимо, то одно прилетит, то второе прилетит. Ну, как? Война. Ополченец с позывным Джордж не теряет чувства юмора даже на прогулке вдоль линии фронта. Его взвод находится на Мариупольском. Мольше всего его бойцов беспокоят ежедневные обстрелы. По ночам к украинским минометам присоединяются и танки. Иногда бьют прямой наводкой. Отсюда до позиций украинских силовиков чуть больше километров. В хорошую погоду противники даже рассматривают друг друга в бинокли или снайпер. Постоянно работает артиллерия. Окопы — единственное спасение для ополченцев от реактивных систем залпового огня и минометов. Бойцы укрепляют свои позиции вот такими землянками. Но они могут защитить лишь от шальных осколков. Если прямое попадание, оно ничего не спасет. Ага. Это наши бьют. В перерывах между обстрелами ополченцы внимательно всматриваются вдаль. Корректировщики огня и диверсионные группы украинских силовиков постоянно пытаются зайти в тыл ополчению. Во время интервью с одним из бойцов срабатывает сигнальная ракета. Это значит, кто-то движется в зеленке. Кто ходил в кустах, дикие животные или диверсанты, выяснить так и не удалось. Бойцы продолжают наблюдение. Украинские силовики тоже пристально следят за ополченцами. Все чаще с неба при помощи беспилотников. В армии ДНР уже научились вычислять механических шпионов. Один из них удалось уничтожить буквально накануне. Сначала пролетел он в сторону Укропии. Понял, туда. Мы подготовили все на свете к его встрече. Тут получается, опять же, смотрю, мои зашевелились. Опа, летит. Джордж со своими бойцами засек самолет-шпион на низкой высоте. И сжег его трассирующими пулями из пулеметов. Подписан был хищник. Нет у вас больше хищника. Все, что осталось от беспилотника, отправили в штаб армии ДНР для дальнейшего изучения. Взвод Джорджа остался в окопах. Бойцы гадают, каким будет следующий сюрприз от силовиков. Многие ополченцы признаются, что заждались активных наступлений и маневров. Все на грани, потому что сидеть, вести здесь грязь тоже, удовольствия большого нет. Конечно, лучше бы идти вперед, что-то делать, как-то это, делать свое дело. Но приказа о наступлении на Мариупольском направлении нет с сентября прошлого года. Линия фронта за это время не изменилась и полностью совпадает с планом, утвержденным минскими договоренностями. Продолжение следует...